приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана важное и тайное послание ангелов на сегодня в этот день ангелы напоминают вам о силе в вашей индивидуальности и важности следовании своему собственному пути они говорят вам что каждый из вас имеет уникальную цель и миссию который необходимо открытие исполнить неважно какие препятствия встречаются на вашем пути помните что вы не одиноки и ваш защитник всегда рядом готовы предложить поддержку и направление сосредоточьтесь на своих силах и использовать их для построения будущего о котором вы мечтаете отпустите страхи сомнения так как они только тормозят вас вместо этого заполните свое сердце светом и доверием ангелы напоминают вам о том что каждое ваше действие и каждая мысль создает энергию которая будет формировать ваш мир действуйте с любовью и намерением и вы увидите как ваши мечты преобразуются в реальность аффирмация на сегодня такая я обладаю неограниченно потенциалом и открывается для божественного руководства с каждым дыханием я укрепляю связь со вселенной и приближаюсь к реализации своей истинной судьбы вот повторяйте на протяжении дня несколько раз сегодня также мы с вами поговорим на такую тему как день огня и молнии и почему в этот день нужно держаться подальше от воды это день освещен энергиями бури и пламени поэтому первое категорично запрещено купаться водоемах это считается опасным делом рекомендуется сегодня провести время у огня зажечь свечку отдавая дань древней стихии подходит моменты для медитации касающиеся усиления жизненных сил воде также можно использовать ароматы трав в этот день актуально заострять свое внимание на пробуждение внутренней энергии и сегодня очень важно поднимать себе энергию воина-победителя илья муромца либо день поруна и сегодня можно попросить о самом сложном и о самом важном сложных обстоятельствах допустимо просить о поддержке лишь несколько раз в жизнь по старинным поверьем именно 2 августа природа особо активна поэтому сегодня очень важно просить о самых сложных вопросов чтобы они быстрее разрешились также сегодня домашних любимцев предпочитали держать дома не выпускать на открытый воздух опасаясь бурных стихий и различных неприятностей вода собранная сегодня во время дождя имеет лечебные защитные свойства особенно от порчи из глаза и ее использовали для очищения перрон в древние времена считался богом которого особенно почитали славяне он отмечался как один из самых значимых и весомых народных празднест сотворение магических свечей проходила методом погружения когда фитиль неоднократно окунали в горячий парафин или воск до формирования изящной свечи создавались изначально тоненькие свечи которые затем скручивали или вплетали в плетение пока материал оставался гибким такие свечи обладали уникальной силой свечи таят в себе огромную мощь они сохраняются в течение года для особых случаев чтобы оберегать в дни значимых событий при появлении нового члена семьи или при первых признаках недуга такие свечи являются сильным оберегом который можно держать на подоконнике во время грозы когда мир вокруг раскалываются мощным эхом бури верят что такая свеча предотвращает попадание молнии жилище также данные свечи дают укрепление здоровья если добавить зверобой свечку сочетание с ее свойствами превращается в мощный амулет праздник этого дня запрещают купание ведь это время посвящается огню очень важно сегодня побыть посидеть у горящей свечи погрузиться в раздумья о собственной мощи искать покой очищать свой дом достаточно просто зажечь свечку и обойти весь дом по часовой стрелке в этот день следует задействовать особые обряды для богословления себя близких своего жилья если вы сегодня сами создали свечку ее никому нельзя давать она должна остаться в пределах вашего семейного пространства обряды для поддержания чистоты и гармонии в доме если ощущается необходимость то можно сделать следующее откройте окно в любом помещении далее зажгите любую свечу обойдите свой дом когда будете обходить то скажите свой дом от любого зла очищаю гармонию радость я в дом запускаю свет огня все пространство освещает и наш дом богополучием наполняет говорить можно один раз можно несколько пока будете проходить свой дом именно такая практика позволит очистить ваше пространство если в вашем доме есть человека очень долго болеет то можно сделать следующее зажгите свечу поставьте ее рядом с больным человеком пусть она горит когда она будет гореть это скажите воск болезнь исчезает свеча прогорает здоровье подарит говорим 7 раз также сегодня ильин день и именно в этот день можно сделать практику на богатство достаточно просто у порога положить три монеты внутри квартиры когда будете класть то просто скажите илья милостивый свою щедрость подари достаток в мой дом принеси изобилию дверь я открываю богатством свой дом наполняю говорим один раз оставляем так монеты до следующего дня на следующий день просто их берем и можно спокойно потратить также если у вас вдруг не получилось собрать дождевую воду вы можете сделать талую воду и и заговорить когда вы приготовили талую воду достаньте ее и вот пока она будет таять можно сказать такие слова падает вода с небес всему живому роста дарит дарит же и мне здоровье чистоту и красоту говорим один раз так ваша вода растает ее можно умываться пока она полностью не закончится вот такие практики сегодня обязательно помогут вам и привлечь недостаток и избавиться от болезней и сохранить благополучие в своем доме но также хочу вас предупредить об особых запретах на сегодня так например сегодня строго запрещено мыть полы в доме считается что таким образом вы вымываете деньги своего дома не стоит протирать зеркала вы привлекаете несчастье если вы затеяли ремонту в доме то отложите иначе будут одни проблемы в доме ни в коем случае сегодня ни с кем не ссорьтесь и не ругайтесь считается что вы наживете себе одних врагов также не хвастайтесь и не сплетничайте иначе вы притянете к себе одни неприятности а для того чтобы добро пришло ваше достаточно в этот день сделать один любой добрый поступок и тогда добро придет к вам втройне